Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данелли, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online, если честно, которое меня вообще не зацепило и даже расстроило. Узнаем, что добавлено по сюжетной линии для тех, кто уже вовсю выполнил все задания и сидит ждет обновлений, сегодня об этом поговорим. О том, что добавили на ранчу Star Shine, какую одежду добавили, какие лошадки ждут вас в Мурланде определенное время и о том, что будет на следующей неделе. Так что седлайте своих коней и поехали! Начнем с крупного, так как на ранчо сейчас происходит много событий, начнем отсюда. Первым, что добавили, это танцевальная площадка, многие ее уже видели, она тут уже стоит достаточно давно, но активная она стала только сейчас. Давайте же пойдем посмотрим, извиняюсь за мой странный внешний вид, на самом деле просто мне в жизни жарко, поэтому я делась так, что мне тут попрохладнее должно быть. Такой небольшой танцпол, он активен 24 на 7, это не дискотеки, которые, к сожалению, активны всего лишь 2 дня в неделю, что очень жаль, лучше бы они работали каждый день. Так вот, к танцам. Здесь есть всего лишь 2 кнопочки. Не танцевать, также вы можете настроить вид камеры, как вы хотите видеть весь танцпол. Если вам мешают эти NPC, хотя сейчас, мне кажется, они достаточно актуальны и мне нравится даже смотреть, как они танцуют. Хотя мне раньше казалось, что здесь были другие персонажи, известные нам как Лиза, Джош, Матильда и еще кто-то, не помню кто. Но нет, это такие персонажи, которые ходят по ранчо, вот эту девочку и на лошади, по-моему, видела, этот парень просто ходил по ранчо, но я могу ошибаться. В общем, это такие NPC, которые просто с вами танцуют, но их можно убрать и оставить танцпол совершенно пустым. Ну, а вот, да-да-да, вот теперь тут есть и Лиза, и пока что они просто стоят на сто... А, вот и Джош, как раз. Но стоит начать танцевать, как все сразу тоже начнут танцевать. Боже. Вот она... Можно я встану? Девочка, не надо в меня вставать или подходить ко мне, я хочу станцевать тут нормально. Так, давайте попробуем. Выглядит это все примерно вот так, если честно. Но музыка, мне казалось, вот если бы здесь была музыка из трейлера, который был в инстаграме, это было бы все намного круче. Но, к сожалению, музыка тут совершенно другая. Я сейчас не смогу в настройке это найти, но давайте попробуем. Сейчас я музыку сделаю. Нужно выйти, правда, с танцпола и вернуться обратно. Музыка. 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 У меня очень нравится, как танцует Джош. Это очень весело. В общем, не знаю. Если честно, мне музыка здесь не очень нравится. Нет, стоять я не могу, ибо нужно снимать видосики. Поэтому, ну, как бы, да, танцпола-то круто, но лучше бы они заменили музыку или добавили другую музыку. Но мне кажется, на этом они не остановятся, потому что здесь стоит Эйртресс. И с ним обязательно что-то будет связано. Он не может стоять просто так без дела. Так что давайте перейдем к следующей части. Следующая часть находится все здесь же, на ранчо. Сейчас все обновления предоставлены просто ранчо. Это все для вестерна. Да, все никак я не дождусь своих ни нагавок, ни недоустков. Уже чуть ли не забываю название. Разработчики добавили вот такие вот шляпы. И, вот честно, они выставили голосование какое-то в инстаграме. И там были все эти цвета, все эти модели. И я думала, что путем голосования они выберут что-то одно, что добавлять. Но нет, они решили добавить все сразу. И это вот просто меня очень сильно разочаровало. Да, мне нравятся модельки, мне нравится качество, уходят тоже шляпы. Но, серьезно, каждая такая шляпа 10 тысяч. Во-первых, отвратительные цвета. Мне вообще не понравились. И большинству моих знакомых тоже вообще не понравилось то, что добавили из одежды. То есть шляпы классные по факту. Но сделайте их черными или коричневыми. Или всеми цветами, как вот амуницию, которые добавили всех оттенков. Но нет, они добавили какие-то дурацкие цвета. И вот вообще, честно, не хочу покупать даже фиолетовый цвет. Хотя я его очень сильно люблю. Но нет, здесь я этого делать не буду. Также таких же отвратительных цветов, как по мне, так добавили ботинки. Но ботинки могут хотя бы спастись сочетанием желтого с оранжевым. Или чисто вот эти оранжевые, они еще могут как-то спасти положение. Но, боже, сочетание вот этих двух цветов и вот этого, ребят, я... Нет, фу, мне вообще не понравилось. Это вообще отвратительное. Вот, что касается добавления одежды. Мое личное мнение, мне не нравится вообще. Напишите комментарии, если вам нравится. Это, конечно, ваше личное мнение. Но, вот, вот, модельки, да, модельки крутые. Цветовая гамма, фу. Полная фу. То есть, нет, может быть, я бы вот эти взяла. Но нет, серьезно, никак. Я... У меня даже сапог с собой нет, но... Раньше я вот эти ботинки-то терпеть не могла. Но тем не менее, они... Они намного лучше смотрятся. Так что, нет. Это вот... Вот эта часть обновления полная для меня просто расстройство нервных клиток. А теперь мы уже находимся в Морланде. Здесь следующая часть данного обновления. Кстати, теперь разработчики помечают новых лошадей, как я поняла, вот таким лучом. И это как заданец такое. То есть, вы опыта за него не получите. Но у вас будет звук по приезду, чтобы вы выполнили задание. Обновление, кстати, вышло вчера. Но вчера я подошла. Я так расстроилась всего того, что увидела, что я не смогла... Просто не смогла взять себя в лапки и снимать. Итак. Вы слабо должны были услышать. Но был этот звук выполнения задания. Сейчас, как вы помните, у нас раньше была странствующая ярмарка. Но она оставилась теперь на веки вечной на ранчо старшами. Всё, что на ней продавалось. Но теперь это будет выглядеть вот так вот. В прошлом году привезли пинтабианов. Кто помнит, кто-то даже брал их. Ну, в активном количестве, в гигантском. В этом году нам завезли канимару. Канимару. Если вы копите на какую-нибудь лошадку, например. Вот вы хотели канимару. И одновременно хотели какой-нибудь крутой комплект амуниции. Достаточно простой, но крутой. То в этот раз нам завезли 3 канимара. И каждая со своим комплектом. То есть вы можете взять канимара для канкура. Для вестерна. И для выездки. Вот честно сложный выбор. Я бы, наверное, взяла бы вот этот комплект. Но тут дело же не в том, что у меня сейчас СК нету. Всего лишь 1001 СК. А дело в том, что у меня есть именно эта канимарка. И у меня есть весь этот комплект. Но я бы взяла вот ее. Потому что выездка. Но выездка, кстати, тоже я бы взяла. Просто мне этот канимар как-то меньше нравится. Вот. Все эти канимарки стоят по 650 СК. У них статистики все то же самое. Просто в комплекте к ним идут целый набор. Целый набор амуниции. Все эти лошадки будут стоять здесь до 20 мая. Так что, если вы когда-либо мечтали о канимаре и ее хорошей амуниции. И советую вам взять ее. Просто потому что, если из этих канимарок есть какая-нибудь определенная. О которой вы мечтали. Которую вы очень сильно хотели. Но не решались купить. Сейчас, благодаря комплекту бесплатному. У вас есть такая возможность. Так что, покупайте. Если, конечно же, хотите. Ну и самое главное, чего лично высокопрокачиванные игроки, высокоуровневые, точнее, ждут каждый раз больше всего. Так это добавление заданий в сюжетку. Сегодня нам добавили последнюю цепочку заданий по поиску воспоминаний. Которые вы берете у Линды. И вы узнаете все тайны, все скрытости, которые от вас скрывает вечно секретное общество. Друидов. Поэтому берите свою лошадку. И берите задания у Линды. И начинайте искать все воспоминания. Кстати, у девочки была у нее очень классная одежда. Мне понравилось. Вот. Так что, это по сути самое главное. Самое большое и самое радостное. Что есть вот это обновление, кроме танцпола. Также разработчики сказали, что они обновили цвета чата. Но, если честно, я лично не заметила никакой разницы. Кроме того, что, когда я его открываю, нету вот такой синенькой широкой рамки, которая раньше была. Я помню, что чат раньше так выглядел. Если был какой-то глюк, и ты его открывал, он был без рамочки. Я не знаю, это глюк или так надо. Я, если честно, когда прочла, что они изменят цвет чата, я уже подумала, нет, только нежно-розовый. И я этого не переживу. Но, фух, слава богу, все оставили голубеньким, как и раньше. Также разработчики снова сбросили рекорды в скачках. Поэтому вы можете спокойно брать своих лошадей. И проходить все гонки. Берите высокопрокаченных лошадей 15 уровня, у которых скорость должна быть 25. Но, по-моему, можно сделать даже чуть больше. И побеждайте в скачках. Также все рекорды в чемпионатах, насколько я помню, должны были сбросить. Так что, седлайте коней и побеждайте. Ау, что касательно следующей недели. А на следующей неделе нам завезут еще трех, по идее. Ну, то бишь, как всегда, трех. Хотя, может быть, даже четырех. Но, наверняка, трех новых Кватер Хорсов. Как вы думаете, какие из предоставленных мастей завезут к нам в следующий раз? Учитывая то, что уже осталось, по-моему, совсем немножечко. Хотя, может быть, даже и всех завезут. Я уже, если честно, просто картинки вот этой нет перед глазами, которые у вас сейчас на экранах. У нас уже, получается, в игре пять лошадей-кватеров. То есть, сзади меня сейчас стоит три. Одна продается в фортпинт, и я на ней сейчас. И одна просто шикарнейшая лошадка, мышастая, по-моему. Но я их называю металлик. Простите меня. Вот. Находится в приложении. И поэтому, да, у нас сейчас уже пять лошадей-кватеров, и на следующей неделе завезут еще три. Вау! Это уже восемь лошадей, ребят. Все будут на квотерах и на этих прекрасных, милых созданиях. А на этом, по сути, обновление подходит к концу. Я обо всем рассказала. Единственное, кстати, что еще может быть, возможно, вам будет интересно, то, что разработчики перестают поддерживать вход в ваш аккаунт по Фейсбуку, если вы один из тех людей, которые создавали свой аккаунт с помощью Фейсбука, советую срочно вам зайти и поменять, и создать отдельный пароль, потому что в скором времени, я так понимаю, сотрудничество с Фейсбуком остановится, и вам нужно будет просто зайти в вашу учетку. Электронная почта останется у вас то же самое, что и в Фейсбуке. Нужно будет просто зайти и создать себе отдельный пароль на вашу учетку, чтобы вы не потеряли ее. Ну, я думаю, не потеряйте, но просто, иначе вход в Фейсбук у вас будет затруднительный, вам придется позже создавать новые пароли с помощью Забыл пароль. Поэтому лучше соберитесь и сделайте сейчас. А я на этом заканчиваю. С вами была я, Данали, и моя лошадь на сегодня. Скромное цветение. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы подписаться, и не упускать обновления, которые, кстати, было очень мало, и я выпущу еще одно видео о том, которое рассказывает обо всех особенностях раньше, которые были добавлены за все предыдущие обновления. Извините, что не так часто выпускаю видео, но все равно я надеюсь, вы меня любите, и я вас очень сильно люблю и ценю. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok